Пусть только попробует на меня напасть. Кобяков, ты на что меня опять подбил? Что за дневные приключения? Ну Владислав, мне так есть хотелось, что не мог уснуть. Так пошёл бы один, ты же знаешь, что у нас аллергия на солнце. Столько веков прошло, а ты осно запомнил его. Какая пизда нахуй. Смотри, вон тут вроде ничего. Я всегда говорил, что Влад А4 это типа заебись в плане того, что он охуенно бабки зарабатывает, типа, ну... Ну в этом, короче, плане реально охуенно. То есть он шарит, как бабки зарабатывает. Но, блядь, контент, конечно, я бы такой смотреть никогда не стал нахуй. Но я и не ребёнок, блядь. О, молоденький! Стрёмно, конечно, но день сегодня... Да солнце, что всё ловит, что люди, крето! Вообще, кайф! Мне кажется, там какой-то туповат. Сам собой разговаривает. Может, у нас сонный? Ну нам-то проще. Пойдём за ним. Сон-то осторожно. Поезда какие-то. А типа, чтобы для детей контент снимать, надо таким голосом кем-то разговаривать, то есть? Я просто не выкупаю, я детский контент никогда не смотрел бы, а типа... Типа, ребят, всем привет, блядь! О, люди есть! Может, вы дорогу знаете? А, вы что? Блин, блин! Обосрался, блядь! Меня зовут Владислав Бумакула. И я вампир уже почти 666 лет. Бумакула, блядь. Да, сегодня мы снимаем ролик к моему дню рождения. Поэтому пустили сюда съёмочную группу с обещанием, что не будем вас есть. Ха-ха! Ну что ты пусть ездить? Я был принцем. Прошёл войну. В общем, повидал всякого. А в этой комнате я собрал портреты своих друзей. Они-то смертные. И это... Скучно, конечно, без них. Но это я молодой. Мне здесь 22 года. Я ещё тогда не был вампиром. В общем, живу тут скромненько со своим слугой в таком огромном замке. Я граф Кобяков. Лучший друг Владислава. Кем я только не был. И князем. О, всё зафиксировано. И королём. Ну, королём мне не особо понравилось быть. Слишком много работать надо. Ну, в общем, кем я только не был. Что он вам наплёл? Князем убил. Нет, блядь. Мне кажется, облата 4, это, блядь, как русский Джонни Синс, блядь. Он уже тем только не был. И графом Дракулы, и врачом полевом был, и бандитом, блядь, вы пишите. Это пизда, блядь. Разница, конечно, есть у них небольшая. Не буду говорить в чём, но... Ну, волосы, конечно, блядь. Что то, он обычный был. Слуга мой, помощник, князем. Сказочник настоящий. Честно вам признаюсь, я люблю поднять скинов на Кнайф Икс. Кнайф Икс это сайт, на котором ты реально сможешь поднять кучу скинов благодаря их огромному выбору режимов. Кираж, колесо, классик, битвы, мины, клэш, а также открытие кейсов и улучшитель. Кстати, давайте откроем пару кейсов. На этот дроп я могу поиграть в других режимах или апгрейдить его. В общем, вам тут реально будет чем заняться, а кейсов тут очень много. С моим промокодом, который есть в описании и закреплённом комментарии, ты сможешь получить несколько баксов для начальной игры. Залетай и пополняй свой инвентарь крутыми скинами. Какая целевая аудитория, Влада, 4 роликов? Реально? Да. Точно нравится? Да. О. Не, ну вообще, реально, то, что он на охуенные бабки зарабатывает, это круто. Он красавчик. Вообще, недавнюю, ампирская жизнь. И поскольку из животика врубают, ебать, пока дети ещё сидят в этой, блядь, в шарике, нахуй. Ну, животике, в пупочке, блядь. Надоедает. Это раньше, знаешь, классическую музыку врубали, чтобы психика, типа, нормальная была. А сейчас Лада, 4 запускает на колонках, на джибельке, ёбнутый, блядь, просто. Потому что я скучаю по нормальной человеческой еде. Приходится всё макать в кровь. Это реклама ролов, блядь. Ой, крови мало добавил. И вообще, что это за еда? Вот в 17 веке, а эти гробы, спим мы, кстати, в них. Неудобные, постоянно колются, занозы. Ну, а что делать? Я пытался горизонтально спать, в кровати. Не, я здесь, я смогу досмотреть ролик один? Просто интересно, блядь. Приходится вот как-то здесь. Я уже, блядь, блядь. У меня ощущение, как будто я разучиваюсь говорить, блядь. У меня язык заплетается по-лютому. Как будто у меня вообще просто так выпадет, как у собаки. И слюни течь над джинсами, будут, блядь. Я так хочется сделать, блядь. На красную кнопочку, чтоб нажали? А зачем? Ааа, так сразу бы так и сказали. Блядь, как Ваня это смотрел. Сколько он часов смотрел эту хуйту, блядь? 10 часов, по-моему? Это так важно. На красную, да? Под роликом, который? И типа она серой станет? У тебя прикольно, вот, интернет. У нас кровью так не работает, всегда красный. Мы 10 часов, блядь, я не знаю. Зрители, все, кто смотрит это видео, у вас под роликом есть красная кнопочка. Если вы ее нажмете, она станет серой. Ну, не, как говорят, я не знаю. Вы нажмите, проверьте. Может, вы не можете, блядь, 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 блядь. А можете тогда свет выключить? Смотришь ролик без подписки, будут слышны твои виски. Граб, бакула. Будут капать с хуя киски, блядь. Придет и с собой вас заберет. Ну что, нормально? Не знаю. Блин, ну интересная какая. Ну, надеюсь, помогло. Даже не думал, что это ваша подписка такая важная вещь. Ну и зачем ты его притянул? Ну он же как маленький раненый котенок. Мы должны нести ответственность за наши поступки. Так килли бы его там. Сейчас еще возиться с ним. Надо оно тебе. Здорово, парни. Что у вас тут за терки? Ах, голова. А я видел, что ли, сладя. Иди, объясняй теперь сам. Вот пойду и объясню. Зачем мне два ребенка в замке? Добро пожаловать в мир вампиров. Ага, ты теперь вампир. Поздравляю. Что? Какие вампиры? Вы чего? Вампиров не существует. Не существует. Ну вот что ты сейчас чувствуешь? Голова болит. И пить почему-то хочется. Ну это нормально. Сейчас принесу. Держи, угощайся. Благородный коктейльчик. Это что, кровь? Ага, деликатес. Свежатина. Лучшую пачку тебе отдали. Попробуй, попробуй. Как вкусно! Я что, настоящий вампир? Круто! Да, это круто. Теперь девчонкам нравится буду. Нет, я по крайней мере не начал. Да ты что, они любят всякие сериалы про вампиров. Будем их заманивать, а потом пить их кровь. Кровь, это хорошо. Почему начинаешь слышать шум какой-то? Я в шоке! Я вампир! Какая-то хуйня, покажите. Зацените клыки! У меня еще идея. Сейчас. Йоу! Зацените грилзы. Лучший вампир-рэпер на районе. Друзья, я вам так много вопросов. Я что, теперь умею летать или читать мысли? Ну как тебе сказать? Там все сложно. Ну, есть масса преимуществ. Ну, да, кстати, бессмертие. Бессмертен? А что насчет ахиловых холев или чеснока? Не, ну смотри, везде есть как бы и лазейки. А что за бандиты, блин? Что за бандиты? Зато можно превращаться в летучих мышей. Классная тема. Сейчас мы тебе покажем. Бандиты наехали на Влад А4? Всем привет, меня зовут Влад А4. Глент, Кобяков. Кобяков? И Серега. И вот этот выходной мы решили отдохнуть. И Серега. Это был длинный день, что вы посмотрели, как мы отдыхаем. И мы выбрались в лес, наконец-то. Сегодня только лес, живая природа и кайф. Да. Шашлычки будут? Кайф, 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 кайф. Почти. Э, это за подрезоны. Ты что делаешь? Нет на дороге, нет. Ты что, э? Подвинься. Ну-ка, пацаны, догоняйте их. Я сейчас им объясню, как нас подрезать. Нет, как так было? Елик заряжают. Давай, Кобяков, покажи ему. Давай, Кобяков. Глент. Вы что? Научитесь ездить. Иди сюда. Дур. Не иди, Кобяков. Не надо. Пот started. Поти, поти. Не надо. Потише. Они нас подрезали. Кобяков. Нет. Закрывай двери. Закрывай двери. Закрывай. Все. Давай, закрывай. Мужики. Только не бляй по стеклу, что делать будем? Давайте выйдем, обсудим. Иди, я не пойду. Да, я хорош. Так, ладно, сейчас пойду извиняться из-за Кобякова. Сейчас объясню, все нормально, скажу, что Кобяков язык с зубами не держит. Аккуратно, а то они что-то поговорить хотят. Иди, 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 давай, я с тобой. Выхожу, выхожу, так, полегче. Здрасте, мужики. Так, вот с ним разговаривайте, вот туда. Настоящий Кен, блядь. Вы с ним разговариваете, с ним в пизду. Это просто рулил. Мы, наверное, друг друга неправильно поняли, ребята. У нас есть Кобяков, друг, он, ну, такой, он, как вам правильно сказать, он очень экспрессивный. Он не может выбирать правильное выражение. Ну, болезнь такая, понимаете? Мужики, извините. Больше так не будем, мы будем аккуратно ездить. Кто нам рассказывает? Слушай, есть спортсмены, да, есть блатные, вы чих будете вообще? Мы, мы блогеры. Да, мы блогеры, вот камеры снимаем. Мы так просто веселое видео снимаем. Львы, люди уважаемые, приносим свои извинения, ребята. Просто действительно не получилось нормально друг друга понять. Вы, уважаемых людей, спасибо, это ты правильно прогнал. А теперь валите отсюда, быстро. Бегом, бегом. 10 секунд. Так, так, все, едем, едем. Покуйся, покуйся, поехали отсюда, давай, поехал, поехал. Все, ну что, разрулили? Разрулили, Кобяков, за языком в следующий раз следи. Нам чуть лицо не набили здесь. Да ладно, пацаны, я им зато лохи на вашей жизни написал. Что ты сделал? Валим, валим, валим. Валим, Влад, быстрее. Они как только велика сразу в лесу тисут, мужики, их простите. Кобяков водит. Я же говорил, этих щенков сразу надо было урабатывать. Да не кипишуй, ты их тачку видел, щеглы явно при лаве. Пацаны, садимся в ласточку, догоняем этих малолеток. Они запаковываются, они машину заводят. Ты что, угораешь? Ну а что, я им отомстил. Я так быстро никогда зато не ехал. Сейчас, главное, куда-нибудь во двор прячемся, в какую-нибудь кафешку ближайшую. Тут везде дороги, мы в лесу, здесь везде прямые, никаких дворов. Ну у тебя быстрый гелик. Так, кто напишет? Фух, пацаны, еле оторвались. А прикиньте, если бы они нас догнали. Успокойся, я бы порешал бы. Мы видели, как ты там что-то решал. Оторвались и слава богу. Давайте уже нормально поедим, а то я уже проголодал. Кстати, а помните, неделю назад я вам рассказывал... Мне тоже так же с друзьями общаетесь, когда на застук. Кстати, во, Глент, Кобяков, бля, ебай, бля. Мои ежедневные эмоции, бля, когда я общаюсь с пацанами где-нибудь в кафешке, бля. Такой старший, но и сидишь. Кобяков, бля, что произошло, бля, где мой сахар? Главное событие в киберспорте. Турнир по Free Fire World. Ухо вообще, бля. Мы, бля, все пиздаем, нахуй. Сюжетная разведочка ебнутая, бля. Ссылка в описании. Ну тут все пиздец, бля, дамы и господа. Надеюсь, они еще не поели, а то весь богатство там сгадет. Джиган, бля, пришел, ебарутик вы. Че попрятали, сладкие? Давайте признавайтесь, только футеры рисовал. Сладкие, блядь. Это не мы. Че так тихо отвечаем? Кидняк жим-жим? Старичок, ты кушай, кушай. Бакланы, вы попали на бабки. Вот сумма, чтоб завтра были зузы. Так а как мы узнаем, куда вам везти эти ваши зузы? Мобилку. Сын, конечно, мобилку мою. Как мою? Это ж моя. Ебать, отжали по-лютому, еще помидорчик его скушал. Кто-нибудь вообще понял, что такое зузы? И как они выберутся, блядь? Блин, ребят, что теперь делать-то, а? Вообще, Кобяков, это все из-за тебя. Надо звонить полицейским. Ну, это же бандит, раз мы с ним по-другому. У полиции хотя бы оружие есть. Ну, как-нибудь там, типа, переговоры. Да нет, звонят. Здравствуйте, мы блогеры, и бандиты хотят поставить нас на зузы. Да я не вру вам. Алло, алло. Ну, что сказали? Кинули трубку, поверили. Без паники, подходит. А что с вами сказал? Что за зузы? Это реально зубы? И попробовать найти доказательства их преступных делишек. И тогда милиция нам поверит. Алло, Рашпана. Вы хал, о чем вы обакланились фраерами? С ними бараклить не вариант. Это знатные академики. Ударит по фазе, и вилки по жнифтам. Что, простите? Здравствуйте, молодые люди. Слышал ваш разговор с бандитами. Они очень опасны и могут вам навредить. Я человек, уважаемый. Будет нужна помощь? Обращайтесь. У Лео так потушили тогда, слышишь, блядь. В ресторане есть ли он уважаемый, блядь. Медикт для своих вене. Ну, может пригодится. Теперь нам нужно найти неприметную машину для сливки. Сидели, сказали, дедуля, кушай, блядь. Ее попустили по лютому, блядь. Пойдешь домой. Может вот эту цепанем? Уважаемый, блядь, так бы слышишь, не закрили бы пастью. Блин, этот каршеринг возьмем. Какой каршеринг? Ты что, надела на каршеринг, где только дураки ездят? О, пацаны, смотрите, тачка какая. О, настолько неприметная, что я ее даже сразу и не заметил. Так, это Ситроэн. Сейчас, ну-ка подожди. Это, это Ситроэн. Это что такое вообще? Это заклинание, антибедность. Первый раз такое слово слышу. Пацаны, есть одна проблемка. Здесь ручки нет.